И вот я сегодня хочу с вами поговорить о сознании, его составляющих, о том, какое это значение имеет практическое, и какие-то вещи вам показать. Я хочу, чтобы у вас сегодня, может быть, или напомнить вам какие-то вещи, я не знаю, что вы знаете, и насколько вы глубоко это знаете, но, может быть, в этом будет какая-то новая для вас информация, и чтобы у вас, по крайней мере, появились какие-то очень важные вопросы, которые для меня являются важными. И чтобы у вас появились какие-то новые вопросы, новые горизонты понимания и горизонты, по которым вы можете мыслить. Значит, итак, Лев Семенович Выгодский, которого я долгое время жила в Вене, и, в общем, Выгодский – это один из психологов, которого в Европе очень знает и очень цитирует. Вот он очень давно написал книгу «Психология искусства». Лучше него, пожалуй, никто не написал по уровню понимания, что такое искусство. И он там, Вы знаете, анализирует трагедию Каплет, и вообще зачем нужны трагедии, и почему греки все время ставили только трагедии. И, кстати, там можно найти ответы на вопрос, почему, и задаться вопросом, почему у нас в наше время речь идет только о развлечениях, развлечениях, развлечениях. И к чему это ведет, да, почему к грекам уже не будет трагедия, а нам развлечения. Может быть, в конце мы придем к ответу на этот вопрос. И вот он говорил о том, что произведение искусства является ловушкой, ловушкой для психического. И искусство, которое, как бы, относится к психике, которая попала в эту ловушку, является общественной техникой чувства. То есть он с этой психикой, которая попала в эту ловушку, что-то делает. И вот как в эта психика попадает в ловушку, что такое эта ловушка? Значит, наше сознание состоит из четырех таких слоев, да, слоев. Первый слой — это чувственная ткань. Я сразу их себе назову. Чувственная ткань, эмоциональный настрой, мир значений и мир смысла. И мы сейчас посмотрим на ту составляющую, на которую мы в реальности очень мало придаем значения. Но художники и творческие люди больше всего имеют с ней дело. Это чувственная ткань. Что такое чувственная ткань? Это сырая данность наших чувств. Вот вы примерно интуитивно понимаете, о чем я говорю, да? То есть то, что нам в сыром виде чувства поставляют. То есть там нету значений, там нету оформления этих, того, что мы воспринимаем, значения в двери, там, в людей. Это игра, это такие переходы красок. То есть это сырое содержание наших органов восприятия. Когда, если представить, что мы забыли, как все называется, и вообще где мы живем, вот мы первый раз попали сюда, в этот зал, и мы воспринимаем непосредственно, именно здесь и сейчас, тем аппаратом, который нам дан. Ну, может быть, так вот воспринимает мир новорожденный человек. Вот это и есть чувственная ткань. И у чувственной ткани, у работы этой чувственной ткани есть свои законы, по которым она, как бы, у нее есть свои законы, по которым она воспринимает, имеет дело с этой реальностью. И эти законы очень многие люди описывали. Не знаю, известно ли вам такое понятие, как гештальт, психология. И там, законы Келлера, законы, оптические законы, книга Гибсона по психологической оптике. Вот очень, ну, я вам рекомендую, особенно для тех, кто занимается фотографией и светом, потому что первую, вот как раз, чувственную, они очень хорошо описали, какие явления, собственно, происходят с этой чувственной тканью, если в нее еще не внесен мир значений. То есть они, эти стимулы, назовем это стимулы, которые к нам приходят через уши, через глаза, через ощущения, они имеют тенденцию объединяться в группе, сливаться. Например, стимулы, у которых есть один и тот же ритм, да, и которые возникают одновременно. Наше сознание, которое еще ничего не знает, но уже оно отражает, да, оно имеет свойство приписывать к одному целому. Поэтому, допустим, вот ритмические фигуры или пунктир объединяются в линию. Ритмические фигуры, мы ищем сразу рамочку, которая их объединит в одно целое. Мы ищем проявлением какого целого они являются. А, допустим, в чувственной ткани, конечно же, преобладает над всем то, что наиболее интенсивно. Потому что в ней господствуют законы безопасности, да, то есть то, что нам, то, что опасно, то, что слишком громко, слишком ярко, мы должны это в первую очередь обратить на это внимание, чтобы этого либо избежать, либо, может быть, наоборот, как-то приблизиться и изучить. Вот. Это как бы еще один закон. Значит, есть в чувственной ткани также такой есть закон, что разделяется фокус внимания, то есть на что фиксируется, на чем фиксируется глаз, на чем фиксируется зрение, и фокус сознания, то есть о чем, как внимание, где, куда направлено внимание. То есть мы можем зафиксировать глаз на одной точке, да, ну, каждый может. И удерживать достаточно долго и даже не мигать. Но само по себе внимание, вот это вот внимание, которое сопровождается сознанием, да, оно не может оставаться непрерывным. То есть мы не можем все время моментально присутствовать в одной точке. Там для этого люди занимаются медитацией, чтобы зафиксировать себя в одной точке. Но все равно не получается. Внимание, когда мы следуем, ну, там, с помощью присоса движения глаз вокруг, вот, когда человек фиксирует это движение, видно, что есть мышцы, которые, как бы, тремор, так называемый тремор глаз, но его внимание выписывает линии вокруг этой точки фиксации, да. И, значит, на вот это вот движение линии вокруг точки фиксации очень много иллюзий восприятия построено. И одну из них вы все наблюдали, может быть, в парке Горького в этом году, на катке там, когда кто был, видел, поднимите руки, кто-то, да, кто-то был. Там на плоскости, на плоскости, да, там изображены окружности. В центре, например, да, в центре каждой окружности есть точка. Это точка фиксации нашего внимания. Хоп, они ее поймали в ловушку этой точкой. И дальше этот круг просто вертится, но в одной плоскости. А мы за счет того, что наше сознание гуляет вокруг этой точки, наше внимание, мы видим объемную фигуру, пирамиду, или овал, или яйцо, которое вращается, да. Именно потому, что таким образом подобраны вот эти линии ритмичные, да, которые объединены в круги, и они, допустим, теплые. Что эта фигура, и теплый цвет, и вот эти ритмические круги, они выделяют это такое, получается, овальное полосатое яйцо, которое на фоне, там, допустим, фиолетовых каких-то других таких треугольников, да. То есть на совершенно плоскости вполне появляется объемная фигура. Это, в общем-то, тоже ловушка, в которую нас художники загнали. Это один из примеров. И это, скажем, ну, такие простые ловушки. Вот они в гештальт-психологии очень описаны, там, все эти явления, когда переоцениваются размеры, да, когда человек на фоне открытой перспективы, одного и того же берут вот просто фигур человека. Ну, вы должны-то видеть, знаете, все видели наверняка эти фигуры. Если кого-то нет, то в следующий раз мы можем принести, наверное, иллюстративный материал. Вот. Но смысл в том, что одна и та же фигура, один и тот же человек располагается на фоне закрытой перспективы и открытой перспективы, да. И вот там, где открытая перспектива, он воспринимается резко больше, хотя это один и тот же силуэт. И там, где уходящая перспектива, он воспринимается меньше. Это иллюзия бесприятия. Но это тоже, как просто организована наша чувственная ткань. Теперь мы посмотрим на более сложные явления, когда мы переходим в другую модальность, например, в слух, да. И уже когда больше стимулов участвует. Например, мы сидим в зале или мы смотрим фильм, и мы не знаем речь, язык, который там звучит. И этот какой-то разговор перебивается смехом, допустим, женским. И тогда для нас имеют значение, что это за смех. Потому что мы не понимаем разговор, то вот параметры самого смеха, качества его звучания показывают на нас влияние. Они становятся нашей действительностью, они на нас воздействуют. Например, если смех резкий, неестественный, очень громкий, то нам становится, допустим, неприятно. Если смех жизненный, мы закрываемся. Если смех жизнерадостный, в оптимальный, как не такой громкий, но все-таки повышенный, громче, чем общий тон разговора, и такой радостный, и естественный, то мы открываемся, и нам хочется еще больше влиться в этот диалог и понять, про что же там речь. Мы ему открываемся, мы хотим туда влиться. И это про чувственную ткань. А если мы понимаем речь, если это по-русски говорят, или по-английски кто что понимает, то тогда характеристики вот этого смеха не имеют для нас значения. Они становятся деталью. А значения, и если смех уместен, если он по смыслу разговора стоит на нужном месте, и нам тоже смешно, он адекватен, то мы как бы не так много обращаем внимания, и может быть даже забудем, если это там в сюжете не проявляется еще где-то, мы забудем про то, какой это был смех. Это становится деталью, это живет на заднем плане. И я клоню к тому, что используя особенности чувственной ткани, мира до значений, когда еще нету вот таких историй для свойства и чувственной ткани, мы можем разбивать штампы, мы можем ломать какие-то стереотипы, играя только вот на том, что создавая какие-то, ну скажем, новые значения, обращая и заставляя внимание человека быть прикованным к каким-то новым деталям и обращаясь на них вниманием. Мы все, наверное, играли в игру ассоциаций, и когда нужно, не объясняя ничего про человека, его отгадать. Мы тогда как раз обращаемся к этому уровню, мы описываем напряженность этого человека. То есть это подстилка нашего сознания, это то, из чего строится художественное произведение, передача, фотография или, я не знаю, картина. То есть напряженность. Мы всегда говорим, мы можем его описывать, и эту напряженность мы в разных модальностях, мы можем говорить тихий, громкий, он может быть быстрый, резкий, но это все равно связано, у каждого человека есть свой паттерн напряженный. Одни люди более напряженные, другие расслабленные. И когда мы играем в игру крокодил, мы как раз вот этот параметр, мы его схватываем и описываем его. Мы можем описывать его в параметрах таких температур, что ли, да, теплый или холодный. Но на самом деле это параметр, который описывает этот человек нам близок или далек. Ну, и я думаю, что мне осталось несколько. С чем, собственно, мы работаем? Это мягкость, да? То есть мягкость-твердость параметра. Это яркость. Яркость. Ясность. Насколько ясно. И некоторых людей интуитивно мы воспринимаем более ясными, других более мутными. Цвет. Цвета, мы знаем, могут быть теплыми, могут быть холодными. И теплые цвета мы воспринимаем как более близкие к нам. Скорость, темп и ритм, и фокус. Фокус может быть узким, может быть свободным. Мне кажется, сейчас вы понимаете, к чему я клоню. Ну вот смотрите, например, и вот эти все параметры, мы не придаем им обычно значения. Они существуют просто так. Мы ими пользуемся, ну как бы, несознательно. Но если мы подумаем про жители мегаполиса, про жители деревни, то какого рода стимуляцию они предпочтут? То есть, что им нужно? Потому что, на что они, к чему они притянутся? На что они обратят, ну, около чего они больше проведут времени? На что они обратят внимание? Если мы посмотрим по этим параметрам, например, по параметрам напряжения, жители мегаполиса, конечно, будет там, где это напряжение меньше, где стимуляция построена так, что это расслабляет. Он, конечно же, потянется туда, где больше мягкости, потому что уже по закону полярности у нас слишком много твердого вокруг. У нас будет тянуть туда в противоположность, потому что рецепторы, и это законы чувственной ткани, потому что здесь уже рецепторы присыщены. Он будет туда, к тем рецепторам, которые не наполнены еще, мягкость. Яркость должна быть, то есть, если это с яркостью, тут можно поиграть, но, скорее всего, это будет другая яркость. Ясность, скорее приглушенность, скорее какая-то расплывчатость. Скорость, конечно же, медленная, ритм, конечно же, спокойный, и фокус, конечно же, свободный. Это будет та стимуляция, которая предпочтительна для жителей мегаполиса. Для жителей деревни, скорее, это будет наоборот. Фокус направленный, ритм быстрый, цвета могут быть холодными, мягкость, скорее, может быть, жесткость, напряжение, скорее, возбуждающее, потому что это другое. И с этой чувственной тканьми необходимо, я полагаю, художнику необходимо уметь обращаться, строить из нее, как из пластилина, уметь с ней играть. Потому что, почему? Потому что, что создает телевидение, или что создает кино, что в нем является самым главным? Про это все говорят со времен появления телевидения. Это эффект присутствия. То есть мы, зритель, он должен присутствовать. У него должен появляться эффект присутствия. И сейчас, если раньше было интересно движущаяся картинка, то есть паровоз, который наезжает, или там город, как будто бы житель деревни, допустим, попал в город, и он в этом присутствует, и понимает, как это устроено. Сейчас уже этим никого не удивишь. И остается самый, интересный и самый загадочный по-прежнему область человеческой души, которая невидима. И которую, собственно, каждый художник и старается сделать видимой. Но как сделать душу, внутренний мир другого человека видимым? Для этого он должен передать его чувственную ткань. Он должен поместить зрителя в шкурку другого человека. То есть он должен дать ему почувствовать то, что чувствует, что переживает, что видит, что ощущает этот другой человек. И находясь как бы за кадром, находясь, будучи зрителем, мы должны переживать то, что чувствует один персонаж или другой персонаж. И эти чувственные ткани, если мы хотим как бы большее количество зрителей, у большего количества зрителей вызвать резонанс, то количество этих чувственных тканей разных типов должно быть больше. Тогда большее количество зрителей вступит в резонанс с этим произведением. И тогда, вот смотрите, если мы вспомним, допустим, фильм «Небо над Берлином», один из моих любимых фильмов, все его смотрели, то нам там дают побыть вот в шкурке или как бы побыть в позиции ангела. То есть там создается перспектива, как ангелы воспринимают мир. За счет чего? За счет того же напряжения. Его мало, его нет вообще. Хотя происходят разные сложные события и показываются разные явления, как там вот эта вот полоса разделительная, где погибают люди, и намеки, информация у нас об этом есть. Но напряжения очень мало. Очень спокойный ритм, очень открытая перспектива, огромный обзор, и восприятие черно-белое, как мы помним, нет цветов, ну и так далее. То есть и когда появляется человек, меняется ритм, меняются звуки, потому что более тихая атмосфера, когда ангелы и скрижающие звуки появляются громкие, чаще, реже, больше ритма, когда появляется жизнь людей. И так далее. И дальше появляются вкусы, запахи, ну и так далее. Ощущения. То есть важно уметь художнику создавать вот эти разные чувственные ткани. Но через что еще мы можем создать у зрителя эфирное присутствие. И, собственно, например, через расположение персонажей, через их взаимодействие, если это статичная картина, например, фотография, то мы каким-то образом то, как расположены через композицию, через, допустим, какое-то, через расположение людей на фотографии или каких-то предметов, мы тоже что-то начинаем чувствовать, нам что-то это сообщает. Но что конкретно нам это сообщает? То есть задача художника сделать для нас вот этих персонажей близкими и сделать их, ввести их в отношения с нами. Конечно же, каждый художник хочет передать свое отношение к ним. И вот как он это делает? Он вступает с ними в эмоциональные отношения, и он до своих персонажей чувствует. Но как ему передать устройство этих персонажей? Как ему передать поле, которое несет в себе этот персонаж? Тут возникают совсем другие законы. То есть законы вот этого эмоционального пространства, они определяются законами, они определяются близостью, притяжением, защищенностью одного человека или персонажа в присутствии другого. То есть это не пространственные законы, это законы эмоций, которые надо как бы понимать и тоже уметь этим пользоваться. Я сейчас приведу конкретный пример. Вот мы с Игорем Николаевичем иногда обсуждаем правотворчество одной фотохудожницы, которая все время фотографирует животных, людей сзади. И она прекрасно может... Ну, это африканский зверь, но это также и дети. Все время сзади. И это уже у нее такой какой-то индивидуальный почерк. Хотя она иногда делает и портреты. То есть это не говорит о том, что она не умеет делать портреты или там фотографировать фас. Это также не говорит о том, что она хищников боится. То есть достаточно смелая женщина, там с тиграми целовалась. И то есть ей... И она может за... Ну, как бы, ожидая необходимую фотографию, она может провести день, не шевеляясь, где-нибудь в засаде, чтобы поймать тот кадр, который ее принесет. И вот она все-таки все время упрямо фотографирует животных сзади, упадящих и так далее. И, ну, вот, есть... Можно интерпретировать, да, почему она так делает. А можно, ну, как бы, вчувствоваться, да, можно уловить эту авторскую позицию. Вот, допустим, есть такое предположение у Игоря Николаевича, что может быть, она любит, что она не выносит прощания. И вот здесь, как бы, эти герои ее фотографии, они все время уходят. И таким образом она, ну, привыкает, упражняется в том, чтобы прощаться. Вот, но мне кажется, что она хочет передать какой-то автор свое отношение к тому, что она фотографирует. И она не может фотографировать по-другому, именно потому, что она так относится к этим животным или детям. Ну, и у меня возникает всегда какая-то такая, ну, своеобразное чувство, когда я смотрю на эти фотографии. И я вам предлагаю сейчас включиться в это пространство, да, и сделать такое небольшое изменение. Вот это эмоционально, как, как, посмотрите, автор, он эмоционально относится к своим объектам. И он так располагает странные эти объекты, вот они заданы ему, что он не с точки зрения композиции смотрит на фотографии, а с точки зрения своего отношения к нему. И он их располагает, то есть он по-другому организует свое пространство. И в конечном итоге нам же в творчестве всегда интересно именно авторская позиция, что-то, что делает необычным, отличным от другого, как тем, что нарушает обычные, ну, стереотипы, скажем. Поэтому я сейчас не знаю, чем это может закончиться, но я вам предлагаю, чтобы мы сейчас сделаем такой эксперимент. Значит, у нас будет два человека, и это будут объекты ее фотографии, они будут стоять спиной. Ну, вот она любит фотографировать хищников, леопардов, гепардов, поэтому кто хотел бы побоить хищниками? Один, два человека, и еще один. Ну, там обычно она пары фотографирует, поэтому нужна вот, может быть, какая-нибудь женская персонажа, кто-нибудь. Идите, вот, идицы. Вот. Так, и мы возьмем теперь вот самого автора, да? Ну, девушку, она женщина, не важно. Идите сюда. Ну, вам нужно только быть самой собой чувством. Значит, нам нужно кожу, чтобы это было одобрение. Отлично. Значит, вы будете хищником, вы там, где-то, вы живете своей жизнью, вот, но у вас как-то есть какая-то же сона питания, вот, сюда вот, дальше, чем до сюда, вот здесь, вы будете готовы. У вас будет, у вас будет. Ну, сейчас вы не Алия, вы просто, мне кажется, что вы живете, и у вас есть фотоаппарат. И у вас есть фотоаппарат, да? Вы настоящего возьмите. А? Что вы думаете, вот настоящий фотоаппарат есть. Ой, у вас есть фотоаппарат, и этот фотоаппарат вы можете с ними приближать. фотоаппарат, да? И может их удалять. Вы можете занимать позицию снизу, сверху, справа, слева. И, я вас вот веду примерно на... То есть, и что делает, что делает, собственно, фотограф? Фотограф, да? Он же сидит за садью, но он далеко. Вот, но он своим, когда же фотоаппаратом приближается на какое расстояние, на котором бы он хотел присутствовать в отношении этих зверей. То есть, так близко, как бы ему было хорошо, интересно, и как бы он хотел с ними вообще взаимодействовать. Поэтому, вот, вы можете с ним жить в какой-то момент, вот на 10 минут, потому что она все время фотографируется с ними. Да? То есть, нам бы проходить? Да. Поэтому мы будем, значит, мы с вами будем приобретать, приближаться. Вы будете, мы будем делать то, что делает фотоаппарат. Это наша авторская позиция. То есть, мы сейчас займем авторскую позицию в отношении этих зверей. Реальность вот такая. Очень далеко. Хищники там. Что она делает своим фотоаппаратом? Она, значит, к ним приближается. Давайте будем приближаться. Печники могут жить в своей жизни, просто чувствуют, как она это приближается. Можете поставить так, как вы уже хотели, чтобы они были на ваших фотографиях. В голову говорили. Как-то головачки. Я в голове. Все. И встаньте теперь так, с какого размера вы хотите. Можно это подбородку? Ну, нет. Вы встаньте. Просто, чтобы для зрителя это было. Еще. То есть, вы постоянно, если бы это была фотография, то есть, вы бы подписались с помощью этого, вот так, это здесь. Да. Сейчас, минуточку внимания. Сейчас, давайте. Вот так. Своим человеком. Вот как вам свет? Нет, вы его не видите, да? Вы смотрите так, как она вас поставила. Они улыбаются. с которым вы можете показать. Сейчас, мы сейчас делаем такое моделирование и взаимодействие вот этих эмоциональных полей, которые возникают. Потому что мы же, когда смотрим фотографию, картины, мы одновременно ставим себя и на место автора, и на место объектов, которые присутствуют на этой фотографии. как вам, когда она вот так стоит? Как вам? Спокойно, напряженно? Не так вот. Судоаппарат? судоаппарат. Ну, нет, допустим, она вообще реальная стоит вот там. Но если бы вот здесь было что-то, ну, допустим, что вам не угрожает, как вам наличие этого чего-то вот здесь? Просто смотришь. Ага. То есть вы можете вернуться, но очень смотришь. Сюда. А если без аппарата, без диамуса, без вообще без ничего, просто что-то сзади. А если это тоже тигр? Ну, вы тигры, просто. Вы полосатель просто такой? Здравствуй, вы тоже тигры? Да. Ну, ты знал. Ну, тигры тоже может быть слабо опасности. Ага. То есть надо прохождать. А у вас? Не знаю, кто это. Если это человек, то наверное, я бы отреагировала. я бы слышала отчество, а если тоже тигры. Ну, ладно. А если это не отбиваешь, это не отбиваешь? А если это не отбиваешь? Не отбиваешь? Это кустик или дерево. Ничего блядя. За вашим штуком. Ничего. Теперь мы попробуем, если вы развернетесь лицо. Как на вас это действие? Ага. не отбиваешься. А вторая. Слушай. Ну, вы смотрите, что делает этот аппарат? Он создает безопасность, так? То есть безопасная дистанция. И поэтому мы как бы взвод, но нам ничего не угрожает поэтому. Мы как бы стоим там, да? Но зато мы можем на такое лицо рассматривать, как мы рассматривали их со спины. Сейчас мы их рассматриваем лицом. что для тебя изменилось, когда они развернулись? Мне не захотелось поближенько знать, почувствовать. Когда его лицо мы повернулись. А когда спиной больше не меньше то есть оставить их для себя? Да, да. А здесь как-то для себя? Да. А вам? То есть фотография фаз это приглашение контакта. То есть вы говорите про контакт и про исследование и они говорят про контакт. И они тоже исследуют, они тоже смотрят. А когда спиной еще раз можно вас попросить? Спиной безопасность полная, потому что это фотоаппарат создает возможность. вы вообще не знаете что там есть? Что-то там есть сзади. Мы находим. Я не знаю, что-то на себя нет. Будет он не нормально. Поэтому как бы подсматривают. А так или торгаются. Нет, торгаются. То есть когда так напрямую вы уже знаете, что вмешиваются вы тоже рассматриваете гравитивно и отличаются. Так что нет? Нет, на время как вы понимаете не можешь оценить системы опасности фотоаппаратической как животных можно свою точку версию предложить? Да, предложите. Мне кажется, что ей просто нравится делать эти снимки и оставаться незамеченным. То есть допустим, если она будет фотографировать лица незнакомых людей, кому-то может не понравиться, заругаются. Животные могут представить ей угрозу. А когда она их фотографирует со спины, ее никто не видит и она остается незамеченной? Вот фактор безопасности создается фотоаппарат. У нее очень хорошая техника, которая может очень близко подвижать. Она может и в вас оставаться незамеченной. У нее есть прекрасные портреты. И она не из ромок десятка. То есть это сто процентов. С сто процентов. С тигром славал безопасные те самые когда склеток на зомбаре фотографируют. Опасности нету. Она все равно прямо фотографирует уходящий живот. Она ждет кадр. То есть они идут, она их фотографирует. Они уходят, она начинает фотографировать. И она создает с ними какие-то эмоциональные отношения, которые уже как авторский почерк. Их можно понять. Все таки для меня например, я тоже могу своей версией поделиться. Это скорее такая позиция. Она говорит «Я не хочу это нарушить, я не хочу это вмешиваться». Тем, что я сейчас буду на них смотреть, приближать, я все равно из их жизни вырываю. А я хочу видеть, я их оберегаю, я хочу показать, что их жизнь такая, какая она есть. Призыв люди не трогайте их, дайте им, они друг с другом. Это их мир, я не хочу вы... Я нахожусь вне. То есть когда они смотрят, я нахожусь с ними в диалоге ВКонтакте. У нее тогда есть красивые портреты, где буквально можно попросить. То есть портрет это буквально вот так. И чуть-чуть снизу. И мы видим позицию автора. То есть очень интересно. Я немножко преувеличиваю, идеализирую, я снизу нахожусь относительно этого животного. То есть мы можем как бы через то, как она выстраивает композицию, мы можем видеть ее эмоциональное отношение. То есть она действует не по закону, в перспективе. Человек-любитель, который потом стал художником. Он вкладывал какое-то свое эмоциональное отношение, он даже не знал, что это собственно будет и что это означает. Она только знает это так. И вот это ее эмоциональное переживание этих зверей, детей, оно выстраивает уже композицию. То есть оно структурирует пространство, скажем. Спасибо вам и спасибо. очень важно чтобы мы в построении допустим какого-то телешоу или какого-то мизансцены какой-то, чтобы мы исходили из вот этого эмоционального посылка, эмоционального отношения. Потому что она хочет передать я хочу я так ее понимаю я хочу их защитить я не хочу вмешиваться я не хочу быть тем у этой женщины такие сильные материнские качества я хочу чтобы они были я только наслаждаюсь тем какие они есть естественные друг для друга мне они не нужны для меня можно быть про это можно дальше мы можем когда мы поняли автора мы уже можем с ним обсуждать что он вклад был так ли это для него то ли он чувствовал но иногда автор сам себя не понимает доделает и все и вот теперь смотрите у нас с искусством какая интересная ситуация получается у нас есть автор с его вот этим эмоциональным структурированием то есть кого из героев он себя чувствует ближе кого он чувствует дальше как они как они относительно друг друга кто кого из этих героев защищает кто в каком расположении друг друга находится кто расслабляется кто напрягается друг относительно друга то есть у него какой-то свой мир у автора потом дальше этот допустим проект какой-то попадает к режиссеру у режиссера свой мир свою идею и своя там идея как это все функционирует потом следующая часть этой команды оператор и он тоже по-своему как бы у него за ним тоже стоят свои эмоциональные структурирования пространства еще не забывайте что люди в разных состояниях есть такое явление вот мы говорили про составляющие сознания эмоциональный настрой и есть пять эмоциональных настроек уже нейробиологи выявили и как бы это экспериментально научно доказано что есть эмоциональный настрой страха радости горя гнева и такого спокойного интереса и эти все эмоциональные настрои они задают совершенно разное восприятие пространства разное обращение с вот этой чувственной тканью разное мы на разное обращаем внимание в разных этих состояниях то есть если в состоянии страха мы хотим закрыться и отодвинуться уйти на дистанцию и держаться как можно дальше это движение от до в движении радости мы хотим быть как можно ближе открыться включить в себя слиться объединиться и так далее и это движение гнев это то что ставит стенки границы и говорит нет ни шагу дальше и горе это то что растворяет связи то что делает вещи невозможными и то что разрешает боль и допустим у нас еще на все наши понимания вот этих героев или взаимоотношения между ними и ситуации вот этот эмоциональный какой-то посыл авторский еще накладываются их в команде разные эмоциональные настроения один человек вообще склон допустим к так случилось к эмоциональному настрою страха другой к эмоциональному настрою гнева третий к эмоциональному настрою радости и как им всем сделать что-то единое что-то такое успешное я бы тоже хотела сейчас посмотреть значит и опять сделать такую модель значит предлагаю вам опять-таки у нас будет автор сценария и его какая-то или вам вот какая вам тема интересна кто вообще сидит в аудитории журналисты журналисты операторы с чем продуктом вы больше всего работаете который в коллективе который в коллективе потом как-то дальше превращается проходка ступеньки с чем с репортажем то есть такая живая ткань жизни так ну значит давайте возьмем тогда непосредственно участника события журналиста возьмем события возьмем оператора и дальше у вас же есть какой-то редактор ну кто потом с этим репортажем работает правильно значит и пока и пока редактор да вот можно я тогда кто хочет быть журналистом кто журналист тогда нам нужно еще какое-то событие нет нет мы возьмем символ душу события как бы символ выходить но события оно всегда между кем-то кем-то разворачивается поэтому двух человек возьмем можно вас попросить события ну это абстрактное поэтие но как бы дышается события он музыкант может быть как раз события музыкальные события он кто поет задом думает мне куда да вы пока сидите вы еще а вы один событий поможете да что на дворе да или сюда да какое-то одно событие между кем-то и кем-то события события не шевелять потому что вы символ события абстрактное душа события музыка не вы делаете враги репортаж поэтому займите сейчас какое-то свое место относительно этого репортаж когда вы делаете репортаж какое а что они делают поют стоим нет ну события происходят ну какое-то музыкальное события происходят ну вот здесь вероятно я буду смотреть хочу то есть вы перед ними вам нужно их обыскать я хочу их видеть целиком целиком вы делаете не пока вам нужно еще помимо них еще видеть то внутри чего они находятся просто я пространство сейчас не представляю но это сцена какая-то отчасти мне надо видеть зрительный зал вероятно то есть вы я бы сказала что вы внутри должны представить да я должна его осветить со всех сторон то есть показать всех его участников но сфокусироваться на них мне кажется вам надо поближе подойти нехаждаю 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 вот самым эмоциональным посмотрите все время разделяем вот то что вот эта пространственная позиция как надо и психологическая позиция вас как автора мне вот комфортно я не знаю мне не хочется думать и тогда это хорошо ладно давайте оставим так посмотрим нет я могу не стойте 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 теперь у нас кто там еще вам помогает оператор может быть вы не оператор я не оператор а вы не надеюсь это не важно вот оператор любой человек любой мужчина который с камеры оператор где вы займете относительно события идите сюда вставайте подробнее но по смыслу мы с ним должны обсудить сейчас спонтанно найдите свое место интересно поближе собственно капитал хорошо очень здорово вставайте пока поближе вставайте стойте поближе спасибо у вас уже появляются две позиции одна журналист который одновременно хочет очень на них и сцентрироваться и видеть их все но одновременно хочет обозревать все и оператор который только на них это его личная позиция это его авторская его авторские интересы творческий интерес к оператору теперь у нас редактор да вот редактор отлично как вам кажется какую позицию относительно этого всего занимает редактор я ближе все у журналистов потом у меня оператор и дальше все у меня события потому что я вот так через них то есть редактор еще дальше так а над вами редактор еще кто-то есть с кем вы дальше по поводу этого события работает мне бы хотелось уже мне бы хотелось уже зрителей отдавать на самом деле есть еще и еще появляются зрителей да зрителей так нам тут вот нам мало места становится то события что что у вас сейчас вот до этого момента что с вами происходило что вы ощущали когда появился журналист оператор потом когда появился оператор мы сначала появились на сцене то есть это было уже событие событие было как событие пусть снимается конечно не зря не зря он вторгается в события практически не если он что-то делает он что-то делает с событием когда мы близко вводим события мы что-то делаем с событием когда мы отодвигаемся мы более объективны событие имеет право идти своим чередом да и это выражается в этих позициях определенно да я как та журналистка тоже не хочу вмешиваться я их не стану разворачивать не стала бы но в целом лучше чуть-чуть подальше какую-то дистанцию иметь так чтобы оно происходило вне меня помимо меня вы у нас были такое событие которое было внутри самого себя то есть вы не знали что еще там будет и вообще будет ли это какое-то действительно событие какое-то явление жизни репетиция или что-то такое обыденное вот работа вдруг появляются вот такие персонажи люди и они что-то они с вами что-то делают они выступают с вами на взаимодействие он очень близко подходит взаимодействует с вами и это его позиция им нравится не улыбаются что бы они ни говорили им нравится когда близко если кто-то пришел оператор начинаешь на публику просто это из вас уже делает вот это и делает два если это начинающая группа и они нравится им нравится это только из-за того что их вот скоро по телеку покажут мы хотим посмотреть моя цель показать вам что есть некоторое системное взаимодействие и что влияет мы ищем то что влияет и то что в конечном итоге сделает вот этот коллектив оператора журналиста редактора единым и что будет хорошо для событий это очень разные положения и у каждого из них если мы подумаем есть свое искривление пространство то есть вы искривляете вы можете вообще на каких-то деталях кастрять вам может понравится звук вы будете только вообще звук писать даже не будете снимать или вам понравится его прическа или там какая-то игра выражение лица или еще или какие-то слова или жесты а ей нужно какую-то объективную картину всего события а редактору что нужно редактору он видит через журналист он может видеть и непосредственно видеть вся история поэтому я и стою вот так я их могу видеть но не так крупно и не так значит не так эмоционально вы не так ими захвачены то есть на чувственную ткань действует то что делает оператор это чувственная ткань это всегда принудительное внимание это то что будет приковывать зрителя а как бы журналист он уже за произвольное внимание отвечает он будет вносить значение и смысл и как же все это нам объединить какой-то единый продукт а вот должен ли отставить свою точку зрения и доказывать своим коллегам что это лучше будет во действиях принятия ну вот давайте мы поставим редактора перед выбором то есть сейчас мне кажется и не надо будет ей делать выбор потому что у нас в любом случае будет взаимодействие мы в рамках нашего взаимодействия решим и там уже будет наша позиция слетает нечто единое как будто один продукт а это уже прошло оно осталось в прошлом у вас есть только понимаете в чем дело у вас есть только вот это вот это у вас а у меня нет то что вот даже не так а у меня нет это это операция это то что он снял вы как себя чувствуете когда он там будет мы с ним не знакомы у вас у вас тут своя динамика ну вам так плохо вы бы хотели чтобы его не было нет то есть останьтесь просто подальше если в этом нет ничего личного или у вас нет нет ничего личного если без него то нас никто не увидит без него никто не увидит конечно он нужен он нужен да вот ну то есть для события хорошо когда оператор все-таки как бы не сильно много своего приносит так вот ну потому что когда он там близко то есть у нас оператор говорит вот у меня материал и материал такой как он его слепил и он может его слепить там так 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 ну я внутри два два три но и от этого никуда не денешься то есть события существуют через него дальше и это это вот эта чувственная ткань на основе которая еще может быть лишена то есть здесь у человека как бы он может выключить звук и то что объясняет или говорит журналист он может видеть только это и сам делать выводы вот в этом прелесть как бы он оператор хочет почему он так близко приезжает он хочет войти в шкуру того что происходит и как можно больше передать атмосферу вот передать вот это ощущение этого события вот для чего он нужен поэтому он как-то в соответствии со своими представлениями делает фокусы и так далее но очень важно осознавать почему я беру те или другие фокусы является ли это моей личной динамикой или я это делаю для зрителя или для журналиста я работаю на задачу журналиста или я работаю в соответствии со своей творческой задачей вот тут есть конфликт потому что наш оператор он сказал я хочу стоять здесь я хочу снимать только их и это вообще вот мое событие и тогда у журналиста может быть тема это мое событие потому что я даю ему больше рак но но для кого какую чувственную ткань вопрос можно снимать какие какие факты какие что что до интерпретации до осмысления что должен снимать оператор наверное в них и для кого как им найти вот этот общий знаменатель он задан будет изначально скорее всего а он будет задан я имею ввиду тот фокус в котором надо работать он будет и здесь условно нас пригласит в начале редакторы скажет я хочу их видеть да фокус пожалуйста берите фокус и смотрите фокус есть у редактора я сначала увижу вот это нет можно мы возьмем да вы видите вот это хорошо я их сначала увижу вот так а потом учитывая вот эти две чувственные ткани туда их привнесу заберу от этого материала уже сниму и потом постараюсь объективно оценить то что было до этого и как это имя интерпретировано чтобы вот туда отдать он слишком много слов да я хочу символизировать нам нужен нам нужен вот у редактора есть фокус кто тут скучает но очень но мы переводим что мы сейчас работаем мы переводим то что вы делаете на совершенно другой уровень такой символический эмоциональный да вот у вас есть фокус вы говорите у него тоже есть свой фокус да вы говорите вот ты идешь туда мы своим фокусом да вот туда сначала нет а ну он вперед и ей и ей зачем он а они вместе они вместе идут с этим фокусом да идут с этим фокусом да вы говорите ребят вот вам фокус берите его да берите идите но дальше с ним ходит оператор вероятно да вот фокус фокус теперь же вы идете с ее фокусом осознайтесь в общем только и вам да да пусть у меня немножко с фокусом попробуем у вас было свое представление где вы должны стоять да теперь смотрите на вас не смотрело так можно я еще раз повторю я еще раз это повторю чтобы итак у нас есть главный да пусть мы упростим он же и выпускаешь главный да вот у него есть фокус понимания как нужно снимать события это фокус детища он он вам говорит вот вам фокус заботьтесь о нем чтобы он был соблюден сохранен и все время вы о нем должны заботиться чтобы он все время участвовал да вы должны о нем помнить встать в своем приносении или важеннее вIBIL а у вас есть свой фокус это ваш фокус облигоден да да у вас есть тоже а что их мне кажется общий фокус тут Перед тем, как он пойдет туда. Вы готовы к сотрудничеству? Вы хотите унаназить? Вы хотите узнать какой опыт? Я хочу с ним выработать. А, это наш общий опыт. У меня был какой-то случай. Но мы потом вместе вырастем. Вот у нас такое симпатичное получение. У нас хорошая реакция. Да, хорошо. Это ваша общая тетя. И вы говорите.